Музыка Хороший подарок на день города получила Подпорожское муниципальное транспортное предприятие Автогарант Плюс. Новый автобус Минского автомобильного завода. Он рассчитан на 80 мест, из которых 25 сидячих. Автобус оснащен экономичным двигателем марки Мерседес и уже курсирует по маршруту номер 6 в Арбиге железнодорожный вокзал. Пассажиры успели оценить удобство и красоту салона. Напомним, что всего с начала этого года в Подпорожье действует 8 автобусных маршрутов, 2 городских и 6 пригородных. Музыка В начале июля первый вице-губернатор Ленинградской области Константин Потраев провел с главами муниципальных районов и руководством регионального комитета по физической культуре, спорту и туризму совещание, посвященное формированию перечня спортивных объектов, предполагаемых к реализации на основе софинансирования из федерального бюджета в 2014 и последующих годах. Не забыли и про Подпорожье. К включению в заявку готовятся документы на строительство современного стадиона с искусственным покрытием в нашем городе. Уже выбрано место. Стадион будет расположен возле Подпорожьского дома культуры. Ориентировочная стоимость объекта примерно около 120 миллионов рублей. Здесь будут ямы для прыжков в длину, 4 беговые дорожки, 4 просторных раздевалки на 16 мест каждая. Также спортивный комплекс будет снаряжен осветительным оборудованием. Подпорожье уже есть небольшой стадион с искусственным покрытием, расположенный возле городского рынка, но он принадлежит Подпорожьской Дю США. А современного общего городского стадиона у нас пока нет. Продолжение следует...